Если вы не смотрели первый видос, то лучше начать с него. Ссылка в описании. Итак, Эндрю Райан находится в районе города под названием Гефест, но нам по какой-то причине надо сделать пересадку в фортив ролик. Наверное, для того, чтобы прямо у нас перед глазами угнали Батисферу до Гефеста. Это так развлекается первый художник на селе по имени Сантер Коэн. У него для нас есть одно дело, и чтобы никто не мешал, он отрубил от нашего радио и Атласа, и Райана. Так что их на протяжении большей части этого уровня мы не услышим. Кстати, что это вообще за место? Форт Фролик – это культурный центр восторга, где находятся театры, магазины, клубы и так далее. А Сантер Коэн… ах, хотя на самом деле его квест говорит сам за себя. Коэн просит нас фотографировать трупового ученика и поместить фотографию на его шедевр. Я бы пошутил про современное искусство, но в игре 60-й год. Одной фотографии, однако, оказывается недостаточно, и нам придется найти, убить и сфотографировать еще трех учеников, которые, по словам Коэна, его предали. О, вот это мне точно поможет. Арбалет – это последнее и, наверное, мое любимое оружие в игре. Он дамажит даже больше дробовика, но при этом еще и хорошо работает на дальней дистанции. Из дополнительных боеприпасов есть болты и ловушки. Да-да, именно те, которые мы котрили телегеназом. И зажигательные, которые чуть больше дамажат. В проходе в одну из комнат стоят шесть белых статуй. Такие статуи, на самом деле, раскиданы по всему форту, и они ничего не делают. Разве что пускают кровь, если их ударить, что намекает, что они сделаны из людей. Но эти шесть статуй необычные. Вы используете в той комнате станцию прокачки оружия, возвращаетесь, а их нет. Теперь они где-то на локации. Причем стоит понимать, что враги обычно орут так, что их за полкарты слышно. Но эти ребята – единственные молчуны. Их все еще слышно по шагам, но это уж заметно сложнее. Короче, веселье. Ну да ладно, фотки готовы, а шедевр завершен. И он даже не атакует, наоборот, подарок дает. Убивать его или нет, решает сам игрок. Эээ, ладно, пусть наркоманит дальше. Все бы хорошо, только вот Райан закрылся на какой-то супер-куртуэль. Электрический замок, который хрен откроешь. Питается он, кстати, от электростанции самого Гефеста, которая вырабатывает электричество с помощью геотермальных источников и снабжает им весь город. Хм, а что будет, если сломать эту электростанцию? О, да тут у нас бомба электромагнитная валяется без присмотра. Ее совсем немного допилить и все. Ну, вроде сработало. Конец уже близко, и Райан это знает. Поэтому, сказав, не доставайся же ты никому, он запускает процесс самоуничтожения восторга. Это ваш последний шанс. Вот именно твой. Если игра выглядит интересно, и ты ее не проходил, то видос закрыл, сейчас же пошел играть. Лайк поставить не забудь. Ну, а теперь самое интересное. Поехали. Лайк поставить не забудь. На самом деле. А на самом деле. Учина. И тогда этот место. И у нас вообще есть ли учина? Учина это учина, учина? Или учина? Учина. Учина с Bakerами. Учина с чего-то меньше, чем человек. Оно-к PAC. Продолжение следует... 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 I know that... have... but... But the city... The city... Now... I just... Продолжение следует... The result... I know... The... No... The... The... ... 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 наверное, самый разрушенный уровень в игре, что логично, ведь здесь проходила большая часть сражений. А пока мы пройдем по этому постапокалипсису, Фонтейн решил сыграть роль Райана и начал постоянно званивать по радио, чтобы повертеть языком. Кстати, на этом уровне есть апартаменты большинства важных персонажей в игре. Если вы пощадили Сандера Коэна, то он поприветствует вас у себя дома, где танцуют пара сплайсеров. Если им помешать, то Коэн пойдет вас убивать, но тем самым откроет дверь к секретной станции прокачки оружия. Но об этом я узнал только после этого прохождения, так что оставил их в покое. Кстати, интересно, что выбор убить Коэна или нет, дается игроку именно в тот момент, когда у него нет связи с Атласом и он не говорит, что ему делать. А также здесь есть Сучонг. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А вы говорите, нет справедливости в мире. Итак, противоядие найдено, максимум хп восстановлен, но оказывается, что в слишком маленьких дозах оно имеет побочные эффекты. Вам дается только один плазмид, который по кд меняется на рандомный другой. В принципе, не самая плохая геймплейная фича. Она подталкивает игрока экспериментировать с плазмидами, которого он не использовал и даже не покупал. Но это ненадолго. Когда мы находим вторую дозу, все возвращается к норме. Пора отправляться бить жопу Фрэнка Фонтейна. Вот тут Фонтейн уже начинает немного ссать. Его туз про Кавей изначально был очень сильным. А после того, как Джек прокачался Адамом и нашел новые пушки, он восчезал машину для убийства, которая обратилась против своего хозяина. Фонтейн это знает. Он пытается обдолбиться Адамом, напугать Джека своей силой и в целом ведет себя более агрессивно. Я многое хочу сказать об этом уровне и большая часть этого негативная, так что давайте начнем с хорошего. На станции Прометей создавали и тренировали маленьких сестричек и больших папочек. И истории о том, как это происходило отлично рассказаны через окружение. А теперь к плохому. Фонтейн сбежал и закрыл за собой дверь. И наилучший план, который смогла придумать Тенненбаум это стать большим папочкой, этим заставить маленькую сестричку доверять Джеку и сделать так, чтобы она открыла дверь изнутри. Если Тенненбаум может посылать маленьких сестричек относить подарки, то почему она не может послать их открыть дверь? И после становления сантехником вообще-то нет дороги назад. Просто чтобы описать, как это происходит. Джеку надо обмасаться невероятно вонючим одеколоном, изменить свой голос на китовий, найти и надеть сапоги, броню и шлем, которые так-то сращиваются с телом. Мало того, что это нифига себе такая цена для того, чтобы открыть одну дверь, так после конца игры подразумевается, что Джек все-таки остался человеком, как-то. Я слышал теорию о том, что это потому, что его превращение в сантехника не было полноценным, но насколько я знаю, в игре никакой информации по этому поводу нет, это фанатские додумки, а значит и сюжетная дыра. Такое ощущение, что разработчики к этому моменту уже невыносимо хотели делать вторую часть и начали уже в первой. Качество игры в целом снижается после встречи с Эндрю Райаном, все больше упор делается на уже наскучивший геймплей, в то время как сюжет даже не пытается подняться до уровня основного твиста. Если честно, я и сам не знаю куда мог повернуть сюжет после встречи с Райаном, чтобы остаться хорошим. Закончить игру на том моменте тоже нежелательно, осталось бы ощущение незавершенности. Что можно было бы сделать, так это не давать Теннамбаум водить игрока за нос, как это делал Атлас. Ты узнаешь, что тобой манипулировали, притворяясь обычным игровым неписям. И ты продолжаешь выполнять приказы уже настоящего игрового непися. Это, как по мне, ослабляет посыл игры. После того, как все ингредиенты снотехника были собраны, начинается момент из жанра «Зачем?». Это задание на сопровождение маленькой сестрички с волнами врагов. На самом деле, волны врагов – это хорошо для этой игры, так как у вас есть инструменты-ловушки, которые слишком редко пригождаются. Да вот послушайте нашего старого знакомого доктора Штаймана. А теперь скажите мне, зачем ее охранять, если она бессмертная? Я всегда думал, что снотехники нужны для того, чтобы Адам не отобрали, а не для того, чтобы девочку не убили. Но в данном случае нам Адам особо не нужен. Нам его даже не дают. Наша цель – открыть эту дверь. Ну ладно бы, если это был еще один нелогичный момент. Можно было бы просто насладиться редким оборонительным геймплеем. Но… хоп хоп, мистер Б! Н pandemic не зацепелен! 加ирь Mis входящий Б РУГАННАЯ … ХЁРЯ ПОЗДУЧИСКИ Ну, вот он, финальный босс, который есть в игре только из-за издателей, которые настаивали на том, что он должен быть, просто потому что так модно. Фонтейн настолько обдолбился Адамом, что стал больше похож на живую статую, чем на человека. Чтобы его убить, этот Адам надо выкачать, с помощью иглы сестрича, которую мы получили в конце предыдущего уровня. Сам по себе, Фонтейн как босс, конечно, не блещет. Боевка слишком простая и деревянная, чтобы сделать по-настоящему крутого босса. Но в контексте игры он неплох, явно улучшится на техниках. От его так хотя бы можно увернуться. В итоге Фонтейн добивает настоящую машину для убийства. Получается, что Фонтейн погиб от рук своих же созданий. Джек в костюме сантехника с плазмидами и маленькие сестрички. После этого идет одна из трех, но на самом деле двух концовок. Если игрок убил хотя бы двух сестричек ради Адама, то он выходит на поверхность вместе со сплайсером и Адамом, чтобы захватить мир. Наверное, параллельно по-злодейски смеясь. Если нет, то Джек выходит с сестричками, дает им возможность прожить нормальную жизнь и получает таким образом настоящую семью. Итак, достойна ли эта игра 96 баллов? Лучше ли она всех этих игр? Нет. Средненькая стрельба, пресные моральные выборы, сюжетные дыры и все остальное, что я описал во второй половине этого видео, не дают мне согласиться с настолько высокой оценкой. Но не дайте моему негативному тону себя обмануть. Просто так получилось, что многие минусы игры сконцентрированы в ее конце. Ведь кроме них у игры есть невероятная атмосфера, потрясающий сюжет, который действительно использует особенности игр как искусство, чтобы рассказать свою историю. А не просто присобачивают первый попавшийся вид геймплея к катсценам из фильма, как это бывает. Здесь есть ошеломляющий и уникальный продуманный лор, который после часов, проведенных мною на вики во время создания этих видео, стал одним из моих любимых в играх. И многое-многое другое. Я бы даже сказал, что Байошок великолепный. Байошок великолепный.